Минидейс 2 была продана Чилирум. Из официального сайта Bohemian Interactive в списке игр Минидейс нет. Онлайн игры перестали отключаться и стали вечно работать. Да-да, всем привет за микрофоном наёмник, сегодня мы обсудим что происходит со второй частью игры, обсудим стала ли игра настоящим мемом и заглянем в самые страшные и таинственные уголки игры. Перед началом хочу напомнить, что все источники информации будут указаны в описании. Отдельное спасибо парням Леониду и Лоу Пауэра за предоставленную информацию, а также подписчикам, которые ждали и поддерживали видео по второй части игры. Думаю, многим прекрасно известно, что игра уже достаточно долгий период времени не обновлялась, а разработчики игры, как и компания перестала транслировать новости с 11 апреля 2022 года. Что же случилось с игрой? 22 февраля 2022 года был опубликован пост с названием «Трансляция возобновится в ближайшее время, подождите, пожалуйста», который многие восприняли как намёк на выход нового обновления, поскольку последний апдейт выходил аж 30 ноября 2021 года. Мягко говоря, обновление 1.3.0 получилось не очень, поскольку оно было худшим из-за багов, из-за которых игра вылетала. На сегодняшний день обновление не вышло, и игра из-за отсутствия апдейтов стала скрытой, как и её старший брат. Несмотря на то, что игра не обновлялась, в игре работал онлайн режим, который, мягко говоря, работал отвратительно. Сервера игры то работали, то не работали, и это продолжалось до августа 2023 года. После сервера начали работать бесперебойно, и в комьюнити многие снова начали говорить о выходе нового обновления. Если вы смотрите это видео, то обновление скорее всего не вышло, и сейчас мы поговорим об этом. В одном из ВК пабликов с названием «Жёлтые новости» был выложен пост со словами «Недавно стало известно об удивительной новости. Наши репортеры быстрого реагирования первыми задали вопросы президенту компании о причинной продаже». На что тот ответил «Эта компания лучше знает, как делать пиксельные 2D-игры, под нашим руководством эта игра бы умерла». Услышав это, многие обрадовались новостью, так как нашли в этом много позитивного. Поскольку компания ChiliRoom, о которой шла речь в посте, известна своими популярными проектами, такими как Soul Knight, The World of Legends и The World of Kang. Но у некоторых знающих фанатов возникли сомнения по поводу поста. Поскольку сама компания ни разу не проявляла себя в создании игр подобного жанра, как MiniDays 2, и сомневались они не зря. Если внимательно посмотреть на группу, в которой был опубликован пост, то можно понять, что в группе активно публикуются мемы, связанные с игрой, что с большой вероятностью нам говорит об недостоверности информации инсайда. Таким образом, с игры сделали мем. Получается, пост был в лужу, и обновления не будет? Несмотря на столь классный мем, все же в этом есть и доля правды. Думаю, многие знают о том, что я держу связь с некоторыми разработчиками игры. И в одном из разговоров мне рассказали о всей ситуации в целом, которая происходила после последнего обновления. Несмотря на яркий старт игры, не считая оценку и хит со стороны ветеранов, игра достаточно уверенно двигалась вперед, от обновления к обновлению. Но из-за странной тенденции внутри команды пошли разговоры о продаже игры одной из китайских компаний, чтобы те создали третью часть, поскольку у нынешних разработчиков не было сил для дальнейшей разработки. Думаю, многие заметили, что в рассказе не было сказано про новое обновление, а сама продажа предусматривалась для того, чтобы продолжить франшизу игры в новой части. Неизвестно, сколько могла бы обойтись продажа игры, но судя по нынешней ситуации, цена на игру была бы ниже, чем это могло быть. Но почему же речь идет о создании третьей части, а не о продолжении второй? Думаю, многие понимают, что несмотря на классную задумку проекта, он имеет многие недостатки, такие как в первую очередь хейт, низкую оценку и особенности сложности разработки игры, с которыми столкнулась нынешняя команда. К тому же, возможно, есть и другие сложности, которые могут поспособствовать усложнению ситуации, при которых это могло бы отпугнуть от дальнейшей разработки игры в новой компании. Как личное предположение, могу добавить, что еще одной причиной, при которой разработка была невозможной, это то, что игра не получала то количество средств, которое могло бы оплатить все расходы игры. Если ознакомиться с финансовым отчетом самой компании, то за мобильные игры компании удавалось собрать около 2 миллионов крон, что в переводе 88 тысяч долларов, что для четырех игр являлось, ну уж, очень маленьким доходом. С трудом можно представить, как при таком небольшом доходе могли разрабатываться все эти проекты. Но думаю, кто знает о этой теме, то прекрасно понимает, насколько же была сложна ситуация. Достоверно неизвестно, был ли этот разговор еще поднят, поскольку на тот момент разработчик, с которым проходил диалог, больше не был затронут в этом разговоре. Недавно была поднята тема о том, что китайская организация ТНЦ покупала акции Бахимии. По некоторым инсайдам, организация купила хорошую долю проектов, при этом Бахимия отрицает, что китайцы покупали что-то. Возможно, переговоры еще идут, и какую-либо информацию на этот счет не хотят давать по завершению возможных сделок, так как это может отпугнуть покупателей или фанатов игры. Есть вероятность, что игру могли купить, так как компания была готова на это. Также сложно объяснить стабильную работу серверов игры, несмотря на то, что сама игра сейчас в забытом состоянии на площадках. Известно, что организация Нитрада предоставляет хостинг, или простыми словами дает нам возможность играть в онлайне. Неизвестно, идет ли оплата хостинга отдельно для каждой игры, или оплата идет пакетом, из-за чего онлайн работает, так как игра попадает в пакет, который оплачивается за счет других игр. Неясно. Как итог, можно сказать, что игра MiniDays 2 сейчас в небо в благоприятном состоянии, который игроки называют мертвым. Нет никакой информации о том, что права на игру были проданы, или новости об новом мобильном игровом проекте. Жаль, что большинство мыслей в голове подсказывают, что игра вряд ли получит какое-либо обновление, как минимум в ближайшее время. Думаю, все прекрасно понимают, что игра имела хорошие перспективы, а хейтеры остались ни с чем. Надеюсь, это видео объяснило вам всю ситуацию с игрой и смогло ответить на вопросы, почему же игра не обновляется, и не стало тем, что должно было выйти после закрытия первой части. Это видео не хотелось бы заканчивать на столь грустной ноте, и хочется вам напомнить. Фанаты, которые и вправду хотят видеть продолжение игры, создают собственные проекты и моды. Всех их вы можете увидеть и поиграть у меня на сайте модов. Если вам интересно узнать историю об моддинге, как так получилось, что фанаты игры пошли именно в этом направлении, то пишите это в комментариях. Рекомендую вам вступить в мой телеграм-канал, где публикуются новости, и дискорд-сервер, где я частенько общаюсь с подписчиками и провожу ивенты. За микрофоном был я, наемник. Спасибо всем за просмотр, и до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok